24 ноября 1730 года родился Александр Васильевич Суворов, национальный герой России, величайший русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, один из основоположников русского военного искусства. Князь италийский, граф Рымникский, граф Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, грант сардинского королевства и принц королевской крови с титулом кузен короля, кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов, вручавшихся в то время. Таковы его титулы и звания. В этом великом полководце отменно сочетались качества победителя-завоевателя и просвещенного гуманиста, гражданина и патриота. После него, кроме памяти о трудных походах и замечательных победах, осталась книга «Наука побеждать». А еще есть в России училища, которые называются суворовскими. В этих училищах изучают современную науку побеждать. Сегодня я почитаю вам небольшой отрывок из главы «Когда Александр Суворов был маленьким». Это книга серии «Жизнь замечательных детей» Валерия Воскобойникова. И вы уже здесь увидите, как проявлялся в детстве твердый характер Саши Суворова. Когда Саша Суворов стал старше, он переехал вместе с мамой к отцу в Москву. Они жили на берегу реки Яузов в Покровской Слободе, а напротив размещался Семеновский полк. Однажды Василий Иванович взял Сашу за руку и куда-то повел мимо высоких бревенчатых домов. «Смотри, Саша, на эту избу, сказал отец. Я тебе давно ее хотел показать. Здесь твой дедушка Иван Суворов вместе с молодым царем Петром Алексеевичем начинали русскую армию. Твоего дедушку царь назначил генеральным писарем Преображенского полка и повелел ему написать указ. Тем, кто хочет поступить на воинскую службу, явиться всего Преображенское в солдатскую избу. И вместе с царем твой дед указ этот подписал». А вокруг это время маршировались шеренги российских солдат в красивых мундирах. Они учились перестраиваться, зычными голосами пели военные песни. И все это Саше Суворову очень нравилось. Только одно печалило его – маленький рост. И Саша боялся, что не возьмут его гренадеры и не дадут совершить те подвиги, о которых он мечтал. В библиотеке у отца стояли толстые тома – все больше на французском, немецком, да на древних языках – латынь и греческом. Русских книг тогда еще печатали мало, однако отец мальчика знал восемь языков и поэтому никаких затруднений не испытывал. Саша тоже старательно учил языки, ведь в этих фолиантах было написано о подвигах великих полководцев, Ганнибала, Александра Македонского, Гая Юлии Цезаря и многих других. Однажды он сказал своим домашним – вы мне больше мягкую постель не стелите, я теперь буду спать, как Македонский и Юлий Цезарь. Это как же удивились домашние – на кровати без перины и в холодной комнате. Разве дитя может спать на холоде, да в жесткой постели, запричитали домашние. Я себя должен к трудным походам готовить, отвечал Саша Суворов точно так, как говорили когда-то великие полководцы. И с тех пор он спал только на жесткой постели и ходил в легкой одежде, чтобы привыкнуть к холоду. В одной книге Саша Суворов почитал, как маленький Александр Македонский приручил дикого необъезженного коня Буцефала. И с тех пор он стал внимательно следить за лошадьми. Вдруг ему тоже попадется дикая, и он ее приручит. Как Александр Македонский? Только сначала он попросил отца поучить его ездить верхом. И отец прием ему старого коня по имени Тихий. У Тихого была всегда понурая голова и прогнутая спина. Он терпеливо ждал, пока Саша вскарабкается в седло, а потом медленно нес его на себе, аккуратно переступая ногами. Но Саше не нравилась такая езда. Он хотел быстро мчаться на диком коне. Однажды к ним в гости верхом на внедом жеребце приехал сослуживец отца. Когда дворовые хотели привязать коня у забора, жеребец грозно замотал головой и оскалил зубы. Никому не дается в руки, засмеял сослуживец, только меня признает. Можно сказать, настоящий дикарь. Гнедой жеребец Саше, пожалуй, подходил. Он уже научился обращаться с лошадьми, потому что так какой же воин без лошади. И поэтому для начала угостил Гнедова хлебом с солью. Жеребец был отвернул горду голову от угощения, а потом не сдержался, потянулся к Сашиной ладони и захватил хлеб мягкими влажными губами. Сослуживец уселся играть с отцом в карты, и Саша успел три раза сходить в дом за хлебом для жеребца. А села у него, резвость, я таких коней не видел, и никого, кроме меня, не подпускает, громко повторял сослуживец. Когда Гнедой был покормлен хлебом в четвертый раз, Саша понял, что у нас стало пора для приручения. Он забрался на забор, а с забора перелез в седло привязанного коня. Жеребец недоуменно заржал, хотел взбрыкнуть, но услышал голос мальчика и успокоился. Саша отвязал коня от забора, ударил по бокам вярками и направил его в открытые ворота. Гнедой заржал, выскочил из ворот и помчал Сашу по улицам. Это была настоящая дикая езда. Хорошо, что улица была пустынна. Мимо мелькали дома, деревья. Случайный прохожий отшатнулся в испуге. Конь вынес Сашу на поле, где учились наездники, и Саша проскакал по нему круг, потом другой. А в это время перепуганные домашние вместе с отцовским сослуживцем стояли у раскрытых ворот и вглядывались в конец улицы. Никому не дозволял себя касаться, растерян повторял сослуживец. Такой дикарь. Погибло дитя, ой, погибло, причитали женщины. И тут в конце улицы показался Саша. Назад он возвращался спокойным шагом. Сидел себе прямо, свободно. Живое, дитя живое едет и конем само правит. Снова причитали женщины, но теперь уже отрадутся. Вы его не броните за эту вольность, попросился служивец Сашиного отца. Он у вас, ну, прямо как Александр Македовский. Когда Суворову исполнилось 12 лет, отец подарил ему коня Сирко. Саша сам ухаживал за ним, поил, кормил, чистил его. И конь за это очень полюбил мальчика. Саша спрячется где-нибудь за дерево и крикнет «Сирко, ко мне!» Умный конь зашел и побежит на Сашин зуб. Летом Саша с матерью жили в деревне. И мальчик любил рано утром оседлать своего коня и мчаться на нем через луга, холмы. Он спускался по крутому склону к реке, переплывал ее рядом с конем, а потом снова верхом взбирался на крутой противоположный берег. «Зачем так утомлять себя, Саша?» – переживала мама. «Ты ведь вон какой маленький и хиленький. И что за выдумки такие? Военным идти. Тебя на штатскую службу возьмут». «Не хочу я на штатскую службу, а хочу быстрее в полку служить», – отвечал Саша Суворов. «И маленьким да хиленьким быть не хочу. Поэтому и приучаю себя, чтобы в трудных походах не отставать». Однажды Сашина мама заболела, а нужных лекарств дома не оказалось. Маме было очень плохо. Горничные девушки плакали в углу и не знали, что делать. До Москвы далеко, и послать туда некого. В соседнем имении жил доктор Небец. До него было тоже далеко, но все-таки не так, как до Москвы. И решил Саша седлать сирко и скакать на нем за доктором. Только это сказать легко, потому что по этой дороге до дальнего имени даже взрослые боялись ездить в одиночку. Дорога шла через густой лес и спускалась в глухую балку. Глухой балкой называли глубокий овраг, в котором жили волки. Имелся, правда, один объезд, но тогда путь был раз в четыре. А маме становилось все хуже и хуже. И за доктором нужно было мчаться немедленно, хоть и начинались уже сумерки. Саша знал, что у отца в кабинете в ларце лежит пистолет. Отец оставил его там, когда привез их с мамой весной в деревню. Хотя Саша с пистолета никогда не стрелял, он видел, как офицеры его заряжают и подумал, что справится. Еще он взял длинную плетку, отцовский кинжал. Другого оружия, чтобы обороняться от волков, у него не было. Маме он ни о чем не стал говорить. Да она была бы без сознания и его не услышала бы. Саша вскочил на свело коня и поскакал сначала через деревню, потом через знакомые луга и холмы, потом через реку, чтобы сократить дорогу. Так он промчался половину пути. Дальше дорога пошла по незнакомой местности и нырнула в густой лес. Над деревьями стояла большая луна, только она и освещала путь. Саша старался не смотреть по сторонам, потому что если начать вглядываться, то в черном лесу ему то и дело мерещились всевозможные чудовища. Даже кони тот забеспокоился. Но Саша прижался к коню и тихо говорил, вперед, сиркон, не бойся, нам надо обязательно успеть. И тут они услышали волчий вой. Вой был унылым и страшным и доносился как раз с той стороны, куда вела дорога. Саша потрогал за поясом заряженный пистолет и направил коня вперед. Волки появились из-за черных кустов, как только дорога стала спускаться в глухую балку. Вперед, сиркон, вперед, быстро вперед, торопил Саша коня. А конь, почуяв полков, задрожал. Его страх передался и Саше, но времени ехать в объезд уже не было. А сразу за глухой балкой располагалось имение, где жил доктор. Волки бежали между кустами по бокам дороги и постепенно приближались. В лунном свете Саша даже привиделось, что самый большой из волков скалится, словно беззвучно смеется. «Только не споткнись, милый серко!» – молил коня Саша. И когда конь стал перебираться через ручей на дне оврага, самый большой волк оказался почти рядом. Саша выхватил пистолет и выстрелил прямо в звериную пасть. Волк кубрем скатился на дно оврага, остальные сразу остановились, а конь быстро взобрался наверх, проскакал еще немного по лесной дороге и выбрался на чистое поле. Вдалеке Саша увидел огоньки, это светились окна в поместье. Скоро немецкий доктор, кряхтя и суетясь, усаживался в запряженную тележку. С собой он взял сундучок с лекарствами. Рядом ехали дворовые, верхом с факелами, потому что кто же поедет через глухую балку в одиночку? Саша тоже уговаривал ехать в тележке, ведь маленьким мальчикам не положено ездить верхом ночью, так говорил немецкий доктор. Но Саша и назад отправился на своем в Сирпо, и доктор никак не мог поверить, что Саша принчался к нему один. Дворовые тоже удивленно и недоверчиво качали головами, только теперь дорога не была страшной. А когда Саша Суворов показал застреленного волка на дне оврага, то все ему поверили. В Сашином доме тоже светились огоньки. «Доктор, спаситель вы наш!» – с надеждой восклицали горничные. «Скорей к барыне, ей совсем плохо!» Доктор быстро приготовил лекарство и к утру маме полегчало. «Ты большой молодец!» – и смелый мальчик сказал доктор утром, прощаясь с Сашей Суворовым. «Из таких людей вырастают великие воины!» Ну вот и вырос из Саши Суворова замечательный волководец Александр Васильевич Суворов. Ну вот и вырос из Саши Суворова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...